здравствуйте дорогие друзья в эфире программа три книги на неделю и снова мы обсуждаем три интересные достойные книги которые мы можем почитать на этой неделе давайте же на них посмотрим наша первая книга я ее недавно увидела в отделе комплектования и бросилась на нее как карась на блесну она называется цифровая гигиена ее авторы Игорь Ашихмин и Наталья Касперская наверное ну самые авторитетные люди занимающиеся информационными технологиями которыми которым можно было бы поручить вот создание такой книги Наталья Касперская у меня вообще с ней ассоциация великая мать антивирусов вот ну Игоря Ашихмина тоже своих регалий много вот о чем эта книга вообще я очень советую когда вы ее возьмете заглянуть в ее оглавление потому что там вообще очень много меня вот подкупило то что там есть раздел даже посвященный инфоцыганам вот такого учебника давно ну смысле он напрашивался это учебник который будет полезен в общем-то и детям и взрослым и я его вам очень советую прочитать просто вот реально очень советую прочитать поверьте моему совету потому что отсюда открывается иной и страшный мир в котором мы в общем-то уже живем сейчас находясь вот в цифровой среде вот тут очень много всяких вот деталей про которых мы даже не задумываемся то есть допустим про то что все что попадает в интернет остается там навсегда вот про то что допустим кому надо за мной следить ну кому надо все уже следят да и что хранение данных даже про одного отдельного человека сейчас стоит очень дешево поэтому эти данные сохраняются и будут сохраняться вот и про эпоху абсолютной цифровой прозрачности то есть я читала просто вот это вот захватывает захватывает от этого не оторваться потому что это то в чем мы находимся и о чем мы не задумываемся да и к чему это вообще может привести тут довольно такие пессимистичные прогнозы авторы дают но это тоже очень интересно потому что мы всегда любим читать про опасности да а здесь вот они реальные и предупрежден значит вооружен вот то есть я думаю что вам будет полезна эта книга она вам необходима если вы госслужащий да если вы родитель если вы пенсионер да если вы просто пользуетесь интернетом отдельно тут мне нравится что еще есть разделы за что мы смысле привлекают к ответственности да просто вот статьи за что когда сколько куда с примерами кого уже там привлекли и за что и за какие вот эти самые дела вот в общем здесь очень много информации и я скорее всего буду покупать себе эту книгу потому что ну библиотечная книга особенно то не разбросаешься и верну на полку вот а свое я буду давать почитайте друзьям и знакомым и так далее поэтому по моему это вот очень актуальная книга она давно назрела вот ее появление поэтому очень советую цифровая гигиена игорь ашманов и наталья касперская наша вторая книга попала мне в руки довольно случайно я вообще редко читаю жанр биографии вот и здесь вот получается это автобиография жены академика льва ландау коры ландау дробанцевой вот она называется как мы жили вот я услышала про эту пару давно в контексте красавица и человек как бы лучше так выразиться с не очень хорошими моральными качествами вот интересно почему я начала читать у меня стали такие квадратные глаза и потом я как-то долго не могла подобрать слов вот потому что действительно семейная жизнь вот здесь вот вот из этой книги и вообще вот судьба вот этой вот девушки очень красивой надо сказать они предстали вот в каком-то таком виде который на меня произвел очень сильное впечатление вот потому что она очень его любила да а он на берегу ей объявил что у них будет свободный брак вот и значит получается что она всю жизнь вот она была бы вообще прекрасной женой какого-нибудь не знаю орденоносного комдива жена красавица то есть у них там было все вот как на все все было бы нормально там домработницы борьба дустом с любовницами маринованный судак дети внуки гагры а вот ну получи получилось так что в браке с ландау ее растянула как бабочку вот на булавках в препарате то есть наверное она не совсем даже приятная была женщина в общении но вот жизни точно отсыпала странного вот и вот такие вот детали которые там читаешь вот просто вот тут глаза вот 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 такие вот делаются то есть допустим как он ей заявляет что ты знаешь я вот красивист я могу только вот с красивыми но пока вот никого красивее тебя я не встретил хотя я очень стараюсь ищу пробую но пока не могу найду конечно буду вот с ней следующий но вот пока я с тобой вот а тебе я тоже говорю давай ты ищи себе тоже возлюбленных в общем будем жить в свободной и такой прекрасной любви вот это вообще такое чтение после него вот хочется это обсудить поэтому если вам жанр биографии интересен попробуйте интересная женщина вот жизнь вот точно и странного отсыпала кора ландау как мы жили третья наша книга на сегодня подростковая она называется до свидания мальчики и принадлежит она перу писателя бориса балтера он был таким писателем но он считался такой средней руки это вот самое известное его произведение вот и он она у меня долго не шло то есть она у меня было в отложенных я знала что она была таким ну очень популярным вот но что-то я все не могла за него взяться потом взялась прочитала это же довольно крепко задумалась вот потом почитала биографию балтера очень у меня было такое ощущение что вот он всю жизнь как-то чересчур много усилий прикладывал да вот для выбора каких-то вот верных направлений там не знаю работы дружбы там еще чего-то и все время пролетал мимо правильных вот каких-то выборов вот и вот его внимание вот к своим оксмин к своим каким-то внутренним движением да вот в этой вот книги она но если вот общий общими словами сказать эта книга первой любви эта книга предвоенном предвоенная юность в приморском городке да вот и вот здесь очень очень интересный эффект такой ощущение что он не понимает не себя да вот ну почему вот ты так поступаешь почему ты так чувствуешь не своих друзей там и своих подруг но тем не менее он очень внимательно вот к этому всему относится и такой интересный эффект негативной формы то есть по очень живому городу с абсолютно живыми разговорами передвигаются такие негативные формы мальчиков их подруг вот еще мне до понравилась тут возлюбленная главного персонажа тут с ней связано еще литературная история потом может быть расскажу вот но вообще эта книга считается одной из классических таких советских подростковых книг и от нее такое очень запоминающиеся ощущение то есть вот это вот предвоенное детство и понятно что на нем лежит такая такая еще легкая тень грядущей войны то есть понятно что не все выживут да мне у всех там сложится как-то судьба но тем не менее вот финал здесь открытый да и это вот очень интересно попробуйте если вы не читали и можно тоже ребенку предложить борис балтер до свидания мальчики американский философ и писатель мортимер адлер говорил что титульные листы у книг похоже на тиканье часов их замечаешь только когда их когда их не обнаруживаешь я считаю что оглавление это тоже своего рода неотъемлемая часть книги на которую мы не так часто обращаем внимание как могли бы а оглавление иногда это способ во-первых уже составить себе представление о том что будет в книге подогреть свое восприятие то есть подогреть предвкушение того что будет в книге и вообще оценить хотите ли вы ее читать вот для нашей для первой книги который про которую мы говорили цифровая гигиена вот это оглавление это то что меня сразу купила и почему я взялась за эту книгу поэтому я вам очень советую ими не пренебрегать оглавлениями то бишь так что будьте здоровы читайте книги и увидимся на следующей неделе